В связи с сезонным превышением порога заболеваемости ОРВИ, количество обращений в диспетчерскую скорой медицинской помощи увеличилось многократно. Время ожидания доктора тоже возросло. О том, как справляются медики с повышенной нагрузкой в период пандемии коронавирусной инфекции и заболеваний ОРВИ, расскажет Александра Литкова. Круглосуточно на станции скорой медицинской помощи Ненецкой окружной больницы дежурят три бригады медиков. В диспетчерской телефон не умолкает. За последние 10 дней нагрузка на врачей скорой помощи значительно увеличилась. В среднем здесь принимают до 130 вызовов в день. Сложнее в том плане, что вызовов много, температуры особенно много. И ковидная бригада у нас одна, поэтому приходится ждать. И ждать приходится по 2-2 часа. Как-то даже 3 часа было, особенно выходные очень много. Тем более поликлиники тогда не работают. Ежедневно на станции дежурит так называемая ковидная бригада. Врач, фельдшер и водитель которой одеты в защитные костюмы. У нас создана ковидная бригада по приказу. Мы на ней меняемся. То есть каждый месяц у нас все бригады, то есть все люди, кто есть на этой бригаде, работают. По словам медиков, в последнее время скорую вызывают чаще всего ко взрослым с температурой. И время ожидания действительно увеличилось. В соцсетях жители города то и дело жалуются на то, что ждать помощи приходится теперь дольше, чем обычно. У нас сезонные заболевания всегда присутствуют. Мы к ним привыкли, работаем. Нагрузка, конечно, немножко увеличилась, но для нас это вполне приемлемо. Задержки у нас, конечно, бывают, потому что нагрузка большая. Всего одна бригада создана на период этой пандемии. Но пациенты, я думаю, наши это понимают. Мы им это все объясняем. Конфликтов лично у меня не было. И я думаю, что у коллег у нас тоже конфликтов не было. Людям надо тоже понять, что вызовов очень много. Время ожидания по неотложным вызовам увеличивается еще и потому, что в первую очередь скорая медицинская помощь приедет на вызов к людям, которые, например, пострадали в ДТП или к человеку с инсультом или инфарктом, а уже потом к больному с жалобой на повышенную температуру. Я хочу напомнить о том, что в соответствии с 388 Н приказом Минздрава Российской Федерации, скорая медицинская помощь оказывается в экстренной форме и неотложной. К экстренным вызовам относятся все вызова, при которых состояние или заболевание угрожает жизни пациента. В этом случае время доезда бригады не должно превышать 20 минут. Все остальные вызовы относятся к неотложным. В этом случае время ожидания бригады до 120 минут. По словам Игоря Муратова, увеличить штат сотрудников и тем самым сократить время ожидания врачей пока нет возможности. Мы ограничены рамками штатного расписания, поэтому ввести дополнительную бригаду нет возможности. Это первое. И второе, самое главное, наверное, у нас просто не хватает кадров для обеспечения этой бригады. Чтобы ввести дополнительную, допустим, фельдшерскую бригаду, необходимо более 10 ставок фельдшеров и 5,5 ставок водителей. Из 22 фельдшеров сейчас работают всего 16. Часть из них в отпусках, остальные на больничном. Весь коллектив был привит от COVID-19. Тем не менее, три фельдшера проходят лечение от коронавирусной инфекции. От болезни никто не застрахован. Работники здравоохранения просят всех жителей соблюдать масочный режим и не пренебрегать другими мерами безопасности. Берегите себя и своих близких.